Белорусское высшее образование старается быть готовым к вызовам современности. Кафедра защиты информации Бугуир единственная в стране, готовят специалистов, которые стоят на страже важных данных. Совсем недавно открылась специализированная лаборатория совместно с российской профильной компанией. Кроме программного продукта мы еще получили методическое обеспечение, которое включает материалы для проведения лекционных занятий и лабораторных работ с использованием их программного продукта. Уже с 1 сентября в расписании у магистрантов появится соответствующая дисциплина. Будут привлекаться к работе лаборатории студенты, а в планах обучить основам информационной безопасности и школьников. Для начала мы с ребятами повзрослеем, поработаем, то есть это 10-11 класс, для начала, а потом будем смотреть, потому как специфика, наверное, все-таки существует. Значит, доведение вот таких достаточно тонких и специальных вопросов для людей, которые в принципе не имеют вообще никаких знаний в этой области. А потихоньку этот опыт будем расширять. Если освоить новые системы противодействия еще только предстоит, то на сей момент Багуир может похвастаться парой новых любопытных разработок. Например, защищающие от электромагнитного излучения бамперы для детских кроваток или кошельки, в которых вшитые модули препятствуют дистанционному перехвату данных банковских карт. Все заключается в том материале, на основе которого изготовлены эти конструкции электромагнитных экранов. Такие материалы, они при взаимодействии с электромагнитным излучением обеспечивают его потери. В соответствии с законом сохранения энергии, потери обусловлены либо явлением отражения электромагнитного излучения, либо явлением так называемого поглощения. То есть, попросту говоря, энергии излучения расходуются на нагрев. Обещают, что совсем скоро можно будет найти в продаже такие кошельки. Причем стоимость на умный товар повысится всего на 10%. Яна Лазовик, Андрей Мышавец, «Наше утро».